Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о такой важной теме, как ответственность. Потому что многие люди зачастую понимают даже самоопределение слова ответственность не совсем верно. Я расскажу, как я его понимаю, а вы сможете сделать собственные выводы. То есть ответственность – это готовность быть причиной чего-то и, соответственно, урегулировать последствия вот этой причинности. То есть что такое быть причиной, опять же таки? То есть это когда я знаю, что я что-то сделал, что я что-то сотворил. И, соответственно, последствия – это то, что происходит в результате моего творения. То есть если я, например, пошел и на улице, ну, например, посадил дерево, да, то дерево будет результатом моего творения, то есть это будет моя ответственность. Вот. Если, например, другой человек там на улице выбросил мусор, не в урну, например, а где-то в другом месте, это будет его ответственность. То есть его мусор, его ответственность, и ответственность также будет в том, чтобы его убрать. Вот таким образом получается, человек, каждый может урегулировать свои творения, то есть то, что он сделал. Опять же, конечно, можно урегулировать и то, что сделал другой, например, другой выбросил мусор там, не там, да, подошел, просто убрал, да, выкинул в нужное место. То есть такая тоже можно распространять свою ответственность и на других людей. Но самое важное, это, конечно же, свои действия, потому что когда человек понимает то, что он делает, то есть осознает, берет ответственность за свои действия, то есть берет и урегулирует их последствия, даже если они были нежелательными, вот, соответственно, в этом и получается как раз его уровень ответственности. Вот, теперь посмотрим, как уровень ответственности может снижаться. Это когда человек не берет ответственность, он говорит, это не я сделал, это там, оно само так произошло, да, там, там сам мусор выбросился, упал, то есть это никакого отношения ко мне не имеет. То есть я там езжу на машине с двигателем внутреннего сгорания, да, а то, что там воздух портится, это не моя ответственность, это все другие там виноваты. Вот, то есть получается у нас происходит зачастую перекладывание ответственности на другого человека, на там, на, не знаю, правительство, на президента, на общество и так далее. То есть не снимание ее с себя, а перекладывание на других людей. Вот, и тогда происходит, соответственно, то, что человек не берет ее, то есть он говорит, нет, это не мое, это не мое, это не мое. И так происходит все больше и больше и больше, пока человек уже не готов брать ответственности ни за что. Или бывает другая ситуация, человек берет много ответственности, пытается там, говорит, и это мое, и это мое, и это мое. То есть пытается отвечать за многие сферы, но просто не может это все, как говорится, урегулировать и, соответственно, ответственности тоже никакой. То есть он вроде бы и много старается сделать, но не как неэффективно. Поэтому важно брать ответственность именно за то, что является, ну скажем так, вашим, за то, что вы реально можете урегулировать и постепенно расширять свой уровень ответственности на другие сферы. Ну опять же, я же говорю, постепенно, то есть по мере возможности, чтобы это было таким образом, чтобы вы могли действительно урегулировать это, чтобы вы могли не просто сказать, что я отвечаю, а действительно это попадало в сферу вашей ответственности. И, конечно же, такой момент бывает, что человек взял ответственность, у него что-то не получилось сделать, и он начинает винить либо себя, либо другого человека. И получается уже такое, как ответственность, как вина. То есть мы зачастую что делаем, когда кто-то совершил какой-то проступок или преступление? Мы обвиняем человека. А цель – это не обвинять ни себя, ни другого, потому что на самом деле никто не виноват, а взять ответственность. То есть если ты, например, совершил что-то неправильное, неприятное, возьми ответственность, просто урегулируй это, компенсируй ущерб, если был нанесен, и в этом будет как раз урегулирование. А если другой, например, что-то сделал неправильно, совершил какое-то преступление, то он должен понять, как ему урегулировать это, как ему компенсировать ущерб, что ему сделать такого, чтобы было, например, он мог, скажем, даже с преувеличением что-то сделать такое, что будет, например, на пользу тому человеку, кому был нанесен вред. Вот что важно. То есть не наказание, не подавление, которое не работает, а лишь усугубляет чувство вины, а помочь человеку действительно справиться с его состоянием. Потому что если бы каждый человек знал, что он может признаться в своих проступках, то есть еще с детства это начинается, когда ребенка наказывают за какие-то, ну, скажем так, вещи, которые он делает неправильно по отношению к другим людям, то есть взрослые так считают. Вот это все происходит дальше, 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 и потом это развивается в то, что идет все большее наказание, и люди просто, ну, скажем так, не берут ответственность, а чувствуют себя виноватыми, либо наоборот, не чувствуют себя виноватыми, и, скажем так, все равно отказываются от этого всего. И потом после наказания все равно продолжают делать те же самые поступки. Вот поэтому я хочу сказать, что наказание не работает, и важно действительно брать ответственность. То есть и давать возможность людям тоже рассказывать о своих проступках, о своих преступлениях, и давать им возможность исправиться. То есть компенсировать ущерб, урегулировать эту ситуацию, сделать так, чтобы они действительно взяли ответственность, и в дальнейшем у них не было необходимости делать это. То есть это достигается путем, опять же, я же говорю, честности, открытости, и путем проработки вот этих негативных зарядов, которые тянутся еще с самого детства. А проработать заряды, как вы знаете, уже можно с помощью процессинга счастья, то есть рассмотреть те, скажем так, случаи, которые произошли у человека, там, где он не взял ответственность, или где был наказан, или где ему не дали быть честным и открытым, то есть приходилось что-то скрывать, утаивать, вот все эти случаи разобрать, прояснить, убрать оттуда весь негативный заряд. И тогда у человека исправляется его карма, исправляется его состояние, и он начинает действовать честно, открыто, то есть совершать правильные поступки и брать ответственность за них. И тогда у него нет необходимости больше совершать что-то негативное, потому что он понимает, что он может любой поступок свой исправить, взять за него ответственность и действительно урегулировать так, чтобы каждому человеку было хорошо. И поэтому мы можем, каждый из нас, действовать на благо для всего сущего, для себя, для других, для семьи, для общества, для человечества, для всех живых существ и духовного мира, всей игровой площадки и, конечно же, создателя. Или создателей, как будет удобнее. Поэтому наша цель в данном случае – это исправление своего состояния, увеличение осознанности и взятие на себя ответственности за те вещи, за те поступки, которые мы совершаем. Вот такой мой посыл, друзья. Это берем ответственность в свои руки. Если вам видео понравилось, ставьте там, есть отметка «Нравится», подписывайтесь на канал и колокольчик для напоминания, чтобы вы знали о том, что новые видео выходят на моем канале практически каждый день. В среду в 19.00 я делаю прямой эфир, где отвечаю на вопросы. Вопросы можно писать в комментариях или добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все они указаны у меня в описании к видео. И, конечно, читайте книгу мою, которую я написал совсем недавно. Она была издана Литресом. Это «Миры вечного познания» о создании вселенных и о том, как путешествовать между ними. На сегодня это все. Вам всего доброго и до скорой встречи.